Доброе утро. Большое спасибо за приглашение. Я очень рада быть здесь. И я хотел бы поблагодарить моих друзей, с которыми мы, собственно, познакомились впервые и встретились на большой конференции по крио-медицине. И я буду концентрировать мою поговорку на использовании неинвазивных технологий, потому что они могут быть использованы, чтобы сделать жизнь легче для нас, больницы. И, скажем так, сосредоточиться на методиках неинвазивной диагностики, поскольку они способны серьезно облегчить нашу жизнь, жизнь хирургов. И первая методика, хотя, возможно, вы и удивитесь тому, что я скажу, это фотографирование. Но фотографирование мы должны расценивать именно как неинвазивную методику визуализации. Поскольку фотографии высокого качества могут помочь нам в диагностическом процессе при опухолевых заболеваниях. И, более того, использование стандартизированных изображений позволяет нам мониторировать процесс течения, соответственно, заболевания или, соответственно, заживления. Когда я говорю о стандартизированных снимках, я имею в виду снимки, которые делаются с одним и тем же освещением в одном и том же положении. Камера, которую я использовала в данном случае, это специальная 3D-камера. И здесь мы можем, скажем так, подрегулировать положение пациента. Что позволяет мне сравнить результаты лечения пациентки до и после, соответственно, применения лечебного метода. И фотографирование опухоли или, скажем так, качественная фотография опухоли может помочь вам в постановке диагноза. С помощью хороших качественных снимков вы можете диагностировать поверхностные базилиомы. Соответственно, это на снимке слева или узловатую изъязленную базилиому на снимке справа. Также мы можем применять фильтры на этих снимках, в частности, в данном случае мы применили ультрафиолетовый фильтр. Это позволяет лучше повысекачивать, скажем так, визуализации патологических очагов на коже. При использовании инфракрасных фильтров кератин на фотоснимках выглядит очень белым, получает очень белый такой оттенок. А, соответственно, кровь приобретает черный цвет. Следующий метод, который мы уже имели возможность увидеть, это дермоскопия. И мы знаем, насколько чувствительным является метод дермоскопии при диагностике опухолей. Но если мы говорим о криохирургии, мы можем использовать дермоскопию также для мониторирования состояния рубца. Рубцы, которые образуются после лечения злокачественных опухолей, как правило, имеют белый цвет, поскольку в них отсутствует или существенно снижено содержание меланина. И вот некоторые примеры вот этих белисоватых рубцов. И, соответственно, это результаты наблюдения пациентов при помощи дермоскопии. И вот здесь я вижу много молодых специалистов, я всегда вспоминаю, скажем так, студенческие годы. Когда нас учили, что для того, чтобы провести дермоскопию, корректную дермоскопию опухоли, обязательно нужно удалить корочки. Поскольку именно под этими корочками вы можете увидеть типичные сосудистые структуры. Вот еще некоторые примеры, как можно с помощью дермоскопии проводить диагностику поверхностных базолеом. Или плоскоклеточных базолеом. The group from Austria of Dr. Salaudek even made a publication showing the patterns going from an actinic erotosis to an invasive squamous cell. This is a dermoscopic pattern. И в Австрии австрийские специалисты, сейчас идет доктор Заладек с авторами, опубликовали работу, в которой они показали, скажем так, ну что ли последовательное развитие по данным дермоскопии процесса от актинического кератоза до уже инвазивной опухоли. And Dr. Longo from Modena has published a paper showing the different aspects you have to look in a dermoscopy to make a histological differentiation. И доктор Longo из Modena также публиковал работу, в которой он, скажем так, ну что ли связывал различные данные, получаемые при дермоскопии, с возможными гистологическими вариантами опухоли. Но если говорить о криохирургии, то температура здесь в данном случае является очень важным аспектом. И одним из, скажем так, существенных прорывов, который произошел за последние годы, это появление возможности измерения температуры кожи с помощью технологии инфракрасных сенсоров. 30 лет назад, когда нам нужно было измерять температуру, когда мы, собственно, применяли методы криодеструкции, мы должны были вводить в кожу специальные иглы. Но данный метод, к сожалению, был весьма и весьма неточен, поскольку вам нужно было четко понимать, куда вы вводите иглу. И вторая проблема заключалась в том, что вы превращали, скажем так, неинвазивную или малоинвазивную методику в инвазивную. И когда вы, скажем так, ну что ли, фиксируете распространение вот этого ледяного шара по изотермам. Мы можем увидеть, что температура здесь, как бы в нижней части, в глубоких слоях кожи такая же, как и на поверхности. Соответственно, если вам требуется получить температуру в минус 50 или минус 60 градусов, чтобы разрушить опухолевую ткань, вам нужно получить такую же температуру вот здесь, на периферии. И вот это первый аппарат, который был произведен с использованием такой инфракрасной технологии. Кроме того, данные по температуре могут использоваться и для мониторинга результатов лечения. И это обычный термометр, которым используется у детей. И этот термометр я использую для измерения температуры при гемангиомах. Соответственно, до и после применения криохирургии. Поскольку гемангиомы, они обладают повышенной температурой вследствие того, что у них имеется очень интенсивная воскулиризация. И после лечения температура опухоли снижается. Это метод получения объективных данных о том, насколько успешно, скажем так, было применение вашего лечебного метода. И, естественно, дермоскопия является еще одним методом для оценки результата лечения. ЕМР с контрастированием Которая используется часто при дерматологам при работе с сосудистыми опухолями. И если вы решаете, что вы займетесь лечением подобной опухоли, вам нужно использовать методы ЕМР для того, чтобы понять, насколько велика опухоль, насколько глубоко она идет, и насколько интенсивна ее воскулиризация. И вот как опухоль выглядит на ЕМР. Или вот такая вот небольшая опухоль. Данный метод позволяет вам, собственно, визуализировать опухоль и принять решение, какой метод креодеструкции, инфильтрации и так далее необходим для успешного лечения. До эпохи пропанолола мы проводили массу хирургических вмешательств у пациентов с геменгиомами. И мы в первую очередь определяли, скажем так, размер образования, и в глубокие отделы его мы вводили стероиды, а, соответственно, поверхностную часть лечили с помощью методов криохирургии. И при подобных опухолях требовалось взаимодействие нескольких специалистов, нескольких хирургов, для того, чтобы у ребенка сохранилась возможность зрения на обоих глазах. Но, как вы уже видели, высокочастотный ультразвук является необходимым методом при работе или при диагностике злокачественных опухолей кожи. Потому что, knowing the volume, the shape and depth of your tumor will allow you to decide if you need a topical treatment or you need to send your patient to most surgery. И, соответственно, поскольку, если мы будем знать глубину, объем и, скажем так, границы распространения опухоли, это позволит вам определиться, куда отправляется пациент либо на использование каких-то местных топических методов терапии, либо на использование других хирургических методик. Not having the correct information in your hands will either make you treat everything with an invasive technique as most or under treat deep tumors with topical treatments. Либо вы столкнетесь с проблемой недостаточной, скажем так, эффективности применения местных методов терапии в случае глубоких опухолей. Вот это аппарат, который я использую. Это, собственно, ультразвуковый аппарат на 22 МГц. И сам по себе аппарат очень небольшой. Его можно держать буквально в одной руке. И при использовании этой частоты излучения ультразвук проникает на глубину от 8 до 10 мм. И это позволяет вам охватить опухоль размером до 30 мм. И это, как правило, более чем достаточно для большинства базилиом. Это типичная узловая базилиома. Ее глубина 16 тысяч микрон, как вы видите. Ой, 1600 микрон, извините. И когда вы возьмете гистологические данные и поместите их на изображение, ну, в соответствующем масштабе, вы увидите, что изображение, которое вы получаете на ультразвуке, как правило, больше, скажем так, по площади, что ли, превышает размер патологического участка, описанного патоморфологом. Это связано с тем, что патологический материал, который вы, скажем так, получаете от пациента при помещении формалин, сжимается. И, возможно, также это связано с наличием некоторого отека вокруг самой опухоли. И вот это вот исследование, которое я проводил, в котором я сравнивал, скажем так, размеры или длину патологического образца, скажем так, по данным ультразвука и по данным патоморфологов. Это различие достаточно высокое при небольших размерах опухоли, но по мере увеличения ее размеров, данное, скажем так, различие уменьшается. Если говорить о глубине, то, соответственно, различие также имеется по данным УЗИ и морфологии, но оно не настолько выражено. Но вот что интересно, если вы сравните данные по длине опухоли, по, соответственно, результатам дермоскопии и ультразвука, то в этом случае цифры будут вполне сравнимы. Итак, вы получаете данные, собственно, клинического осмотра пациента, дермоскопии, данные анатомические и данные гистологические. И вы видите, что большие, крупные узловые базалиомы должны лечиться совершенно по-другому, отлично от поверхностных опухолей. И иногда вам попадается вот подобный пациент, это один и тот же пациент, у которого имеются две опухоли в разных участках головы. Но после ультразвука, вы можете увидеть, что в одном случае мы получаем 1400 микрон, а в другом более 2000 микронов. Это очень важно, об этом еще важно говорить, поскольку получение биоптата недостаточно. И имеется не менее чем 20% опухолей, гистологический тип не является для всей опухоли единым. Это опухоль, состоящая, скажем так, из нескольких типов клеток. И, соответственно, в некоторых случаях, взяв биопсию с одной стороны, вы не получаете данные о других участках опухоли. Соответственно, ультразвук это очень полезная методика у пациентов с множественными бизолеомами. И у подобных пациентов, это все бизолеомы. Я провела биопсию по каждому из них. Я провела ультразвук, и затем я могу делать, в одной сессии, криосергию на все туморы. Затем я провел ультразвуковое исследование, и затем, в рамках одного, скажем так, того же сеанса, я могу провести криодеструкцию всех опухолей. Опять же, вот базилиома, я провожу необходимые измерения по каждой из них, и, соответственно, принимаю решение о методе терапевтического воздействия. Например, у этой пациентки, например, я решила, что в случае большой узловой опухоли я пойду на хирургическое лечение, но, кроме этого, у нее было множественные поверхностные бизолеомы. И в рамках того же, скажем так, того же, что ли, визита пациента, если хотите, я провела лечение поверхностных опухолей с использованием методов криодеструкции. Вы можете сказать, что я сделала у этой пациентки после того, как измерила опухоль. Я сделала фотографию этих опухолей с использованием мобильного телефона пациентки. И я сказала ей, что она может наложить, скажем так, местный препарат сама себе дома. Хотя вы можете сказать, что здесь, может быть, лучше было применять криохирургию. Но здесь, в данной ситуации, эти опухоли нужно было как-то, ну что ли, пометить, да, для того, чтобы пациентка знала, куда наносить препарат. И вот, собственно, результат после применения терапии пациентки. После применения и виквимуда. Почему глубина опухоли важна? Почему важен этот показатель? Ко мне обратился вот такой пациент. Но у него были жалобы на наличие болей вот в этих участках. Но когда я взяла биопсию вот в этих зонах, выяснилось, что мы имеем дело с рецидивом базилиомы, которая была пролечена как поверхностная опухоль 20 лет назад. У этого пациента была громадная опухоль, которая метастазировала в легке. И мне пришлось его отправить на применение, скажем так, пероральных препаратов висмодегиба. Это препарат-ингибитор сигнального пути висмодегиба. Несколько месяцев позднее ко мне обратилась вот такая пациентка с такой большой опухолью. Я провела измерение всей опухоли и обнаружила в данном регионе очень глубокую зону. И, соответственно, глубокую часть, глубокая часть я использовал хирургическое метод лечения, а для поверхностной, соответственно, я использовала и Викфимод. Как же мы используем ультразвук в криохирургии? Когда мы для хирургии используем металлический датчик, вот такую форму шара, что ли, вы можете получить. Если вы используете спрей, вы можете получить вот такую форму. Most tumors, basal cell tumors, in the ultrasound have a ratio of 4 times 1 length and depth. No, no, this is for nodular tumors, superficials are 6 by 1. Соответственно, в большинстве узловых опухолей отношение длины к глубине опухоли находится в соотношении 4 к 1, а для поверхностных, соответственно, 6 к 1. Соответственно, при использовании металлического наконечника вы получаете соотношение 4 к 2, то есть вы уходите в глубину в два раза превышающую глубину проникновения опухоли. That is why cryosurgeons have always preferred to do malignant tumors with metal probes. Именно поэтому специалисты по криохирургии всегда предпочитают использовать металлические наконечники для криохирургических вмешательств. Now, I'm going to show you the whole combination of a clinical image. Теперь я хочу вам показать, скажем так, полностью всю комбинацию методик клинической визуализации, дермоскопии, ультразвук, замораживание и измерение температуры. Вот здесь, на периферии. И после операции мы должны, скажем так, поместить, что ли, датчик над замороженной областью. И, соответственно, поместив датчик на только что замороженную область, вы не увидите ничего, потому что, поскольку там образовался лед, то, соответственно, он не позволяет волнам ультразвука проникать в глубь ткани, поэтому картинка будет черной. Но по мере, скажем так, разогревания, вы увидите в начале появление поверхностных структур, поскольку они отогреваются первыми, но при этом глубинные структуры все еще будут оставаться замороженными. Также мы опубликовали работу по использованию ультразвука в режиме экс-виво. И что мы делали для таких небольших опухолей? Мы измеряли их. Мы их срезали. И затем мы делали ультразвук на полученный фрагмент. И вот здесь вы видите опухоль, находящуюся в окружении здоровых тканей. Другими словами, это очень удобный метод для подтверждения того, что вы удалили опухоль полностью. И далее этот образец, этот материал можно уже отправлять к патоморфологу. И здесь, соответственно, часть данных нашего исследования, в которых мы сравнивали данные по длине и глубине опухоли, полученные с помощью экс-виво ультразвука и патоморфологии. И несколько слов в конце я хотел бы сказать о конфокальной микроскопии, поскольку у меня была возможность в прошлом году провести исследование с использованием конфокальной микроскопии при лечении базолиом. Конфокальная микроскопия позволяет вам поставить диагноз на клеточном уровне. И если у вас есть сомнения в диагностике, и у вас нет, скажем так, анатомических данных об опухоли, вы можете для постановки или подтверждения диагноза использовать конфокальную микроскопию. Также я хотел бы видеть изменения в клетках в ин-виво, изменения, скажем так, на клеточном уровне. И вот что интересно, что когда вы проводите заморозку тканей, то немедленно развивается отек вокруг опухолевых островков. И с течением времени, через несколько дней, вы можете увидеть там развитие воспалительной реакции. И вот что интересно, что иногда, если вы сделаете исследование с помощью конфокальной микроскопии через три месяца, вы можете увидеть наличие опухолевой ткани. Это такое же наблюдение, собственно, имеется и со стороны специалистов, занимающихся фотодинамической терапией. И применением топической терапии. И, возможно, причина состоит в том, что для того, чтобы, скажем так, воспалительный процесс разрушил опухоль, требуется достаточно длительное время. И, собственно, вывод, который мы можем сделать, то, что я хотел, чтобы вы запомнили, вот по данным моего сообщения, что когда вы применяете неинвазивные методы лечения опухолевых процессов, динамическое наблюдение за пациентом не стоит проводить через, там, приглашать пациента для этого через два-три месяца. Это имеет делать смысл где-то примерно через полгода. Это плоскоклеточный рак, который я, собственно, пациент, которого я лечила, и для клинического контроля я использовал конфокальную микроскопию. И зная, что я ухожу на глубину всего лишь в 200 микрон. Еще один, скажем так, развивающийся метод это оптическая когерентная томография, ОКТ. Я знаю, что существуют аппараты, которые были разработаны здесь, в России, для ОКТ. И ОКТ дает вам изображение, которое находится, ну, скажем так, где-то посередине между ультразвуком и конфокальной микроскопией. И однозначно этот диагностический метод будет весьма полезен для мониторинга результатов криохирургического лечения. И таким образом неинвазивные методики визуализации позволяют вам, ну, что ли, улучшить, сделать более качественный процесс диагностики, подобрать корректную терапевтическую технику и далее провести адекватное динамическое наблюдение за пациентом. Спасибо большое. Если есть вопросы, у вас есть уникальная возможность спросить лучшего специалиста мира о том, что вы хотели узнать. Ну, еще раз позвольте тогда поблагодарить вас. Спасибо, Паула. Мы услышали очень много интересного. Я не включила сюда, в свой доклад, работу по криобиопсии. И вот сейчас я вот видела, что вы используете биопсию вот в рамках, используете криохирургии. Я опубликовала работу по данным биопсии опухолей, которые я получила без анестезии. И в своей работе, соответственно, мы замораживали поверхность опухоли, срезали ее, и, соответственно, это было абсолютно безболезненно для пациента, поскольку в качестве... ну, сам холод, собственно, и был... обеспечивал нужную анестезию. После этого мы помещали на рану гемостатический раствор. Это очень полезная методика для опухолей, которых мы можем использовать, ну, что ли, такую бритвенную биопсию. В таком случае нам не требуется применение проколов в использовании игл. И эта методика очень полезна для использования, в частности, в регионах с высокой чувствительностью, в частности, в области носа или гениталий. И мы получаем ткань, патоморфолог получает, скажем так, биологический материал, который никаким образом не изменен. Продолжение следует...